Когда в Урнара оказались милее Парижа. В Урнарской районной больнице уже четвертый месяц работает новый земский доктор. Почему опытнейший военный хирург променял Елисейские поля на просторы Чувашской глубинки, наш большой репортаж об этом. Быстро не значит дорого. Люди, живущие, например, даже в этом районе, запросто могут приезжать сюда и быстро заряжать, и, думаю, даже охерней не будет. В Чебоксарах открылась еще одна станция зарядки электрокаров. Как она работает и принимает ли банковскую карту для оплаты услуги, узнаем совсем скоро. 62 тысячи деревьев в память о павших войнах Великой Отечественной. Чувашия присоединилась ко всероссийской патриотической акции «Сад памяти». Играючи запоминать правила дорожного движения и уметь применять их на практике. Дети в своих школах тоже могут доводить до своих одноклассников, как надо вести себя на дороге, потому что безопасность детская на дороге для нас прежде всего. В Чебоксарах прошел финал городской олимпиады для школьников по правилам дорожного движения. Здравствуйте! В прямом эфире «Вести Чебоксара». О событиях среды и минувших выходных расскажут корреспонденты Гатарка Чуваша и я, Екатерина Данилова. За минувшие сутки в Чувашии произошло 15 пожаров. Такие данные приводит региональная МЧС. Горели дома в Батаревском, Красноармейском, Иринско-Пасадском районе и городе Алатаре. Один человек погиб. Также за последние 24 часа брандмейстеры 11 раз выезжали на тушение сухой травы. Причем сухостой горел рядом или на территории населенных пунктов, сообщают в региональном профильном ведомстве. Во всех случаях спасатели не допустили того, чтобы огонь перебросился на жилые постройки. Хотя риски были. В МЧС еще раз напоминают о запрете пала травы и мусора на приусадебных участках или вблизи лесополос. Тем более, когда на улице сильные порывы ветра. Своих не бросаем. Под таким лозунгом с железнодорожного вокзала столицы Чувашии выехал поезд с очередной партией гуманитарной помощи жителям Донбасса. Напомню, что ранее от республики уже было отправлено 173 тонны гуманитарного груза. На этот раз жители Чувашии, сельхозтоваропроизводители, общественные организации и предприятия собрали гуманитарный груз весом 60 тонн. В основном это товары первой необходимости, в том числе пшеничная мука, бутилированная вода, семенной картофель для посадки, крупы. Как заявил глава региона Олег Николаев, помимо продовольственной помощи предприятия Чувашии электротехнического кластера, готовы оказать поддержку восстановления промышленности и инфраструктуры. Буквально после праздника делегация Чувашской республики также выйдет на Донбасс для того, чтобы на месте оценить возможности нашего участия. Сейчас сформировывают колонну с грузом реле другого оборудования, которое нужно для восстановления инфраструктуры электроснабжения Донбасса. А именно эта составляющая катастрофически важна. Депутаты Государственной думы Анатолий Аксаков и Алла Салаева, которые приняли участие в отправке поезда, отметили, накануне празднования Дня Победы, помощь, которую республика оказывает жителям Донбасса, приобретает особое значение. Вот такая помощь жителям Донбасса объединяет всех жителей Чувашии в борьбе с фашизмом, с нацизмом, который, к сожалению, в братской Украине сейчас поднимает голову. И приходится вместе бороться с нацизмом в братской республике, помогать братскому народу. Это тот самый пример. И очень важно, чтобы наши дети и сейчас видели, знали и сформировали в себе эти качества. Всегда приходить на помощь и оказывать руку поддержке тем, кто в ней нуждается. Кроме гуманитарной помощи, в республике собирают и средства в поддержку жителей Донбасса. В настоящее время на счет благотворительного фонда развития Чувашии и Парле поступило более 12 миллионов рублей. Основная часть средств будет направлена на помощь детям, которые сейчас оказались в трудной жизненной ситуации. Леонид Петров, Вести Чувашия. Поддержать экономику и протянуть руку помощи бизнесу на себе, ощутившему последствия санкций. В Новочебоксарске высадился десант чиновников, чтобы обсудить с руководителями крупных и средних предприятий города-спутника новые реалии и меры поддержки, на которые они могут рассчитывать. Практически два месяца страна живет в особых условиях. Есть понимание, что ситуация нестандартная и непростая, подчеркнул министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков. Вся эта ситуация требует консолидации усилий как органов власти, бизнеса и так далее, общественности. Мы видим, что то, что раньше решалось годами, сейчас счет идет где-то на неделе. Мы видим, что на федеральном уровне принимается достаточно много законов, нормативных актов. Выработано уже достаточно много антикризисных мер, мер поддержки. Всего в пакет антикризисных мероприятий входят 262 меры федерального уровня. Также республика предложила 16 региональных инициатив. На малый и средний бизнес распространяются упрощение процедур госзакупок, снижение ставок тарифов и страховых взносов для работодателей, мораторий на проверки и банкротство, кредитные каникулы. Подробно о мерах профилактики безработицы и снижении напряженности на рынке труда рассказала министр Алена Елизарова. Правительство выделило существенное финансирование на создание временных рабочих мест для людей, находящихся под риском увольнения. Речь идёт о неполном рабочем времени, простое, временной приостановке работы, предоставлении отпусков без сохранения заработной платы. Именно эти ситуации считаются как рисковыми. То работодатель может создать временные рабочие места для своих же сотрудников, которые находятся под названными рисками, и получить возмещение через центры занятости населения в размере порядка 18 тысяч рублей. Возмещение можно получить на каждого работника на период до трёх месяцев. Кроме того, при создании временных мест у работодателей есть право получить 10 тысяч рублей на материально-технические затраты, связанные с их оснащением. Такая схема позволит предотвратить увольнение и сохранить работников предприятий. Компании, которые в 2022 году возьмут на работу молодых людей, смогут рассчитывать на господдержку в рамках программы субсидирования найма. Это касается выпускников колледжей и вузов, молодых людей без среднепрофессионального или высшего образования, инвалидов, детей-сирот, родителей несовершеннолетних детей. Людмила Майкова, Вадим Владимиров, Вести Чувашия. В Урнарской районе больницы ещё зимой приступил к работе новый земский доктор. Кандидат медицинских наук, военный хирург с большим стажем работы в госпитале имени Бурденко. Как он оказался в Чувашской глубинке, расскажет Татьяна Иванова. А у меня супруга отсюда местная. Вот и мы шесть лет пробыли в Париже, ну и вовремя уехали. Хотя посол оставлял ещё на год, хотя по контракту нужно было отработать четыре года. Но я отработал шесть. В Урнарах живёт престарелая мать жены. Вот и решили супруги Литовченко поселиться в Чувашии. Здесь, в больнице, именитый хирург познакомился с заведующим отделением Михаилом Калачёвым, которого тоже можно назвать земским доктором. Врач полвека работает хирургом в Урнарах. В зрелые годы возглавлял больницу. И теперь чрезвычайно рад своему новому помощнику. Геннадий Яковлевич хороший специалист. Он разбирается в медицине. Написал, значит, кандидатскую по панкреонекрозам. То есть практическое направление. Его работы ценные. Геннадий Литовченко – ас в области абдоминальной хирургии. Приходилось оперировать пациентов и с огнестрельным ранением, и в случаях онкологии. Шесть – пластик пищевода. Ну, наверное, 10-15 – резекций печени. Ну, а по онкологии, онкология кишечника – это уже и резекции желудка по онкологии тоже. В районной больнице хирургический профиль проще. Аппендициты, ущемленные грыжи, гнойная хирургия. Пациентов в отделении немного, и доктор к каждому находит подход. Он очень добрый хирург. Очень понравился нам. Утром ходим на обходе, например, после обхода еще он заходит дополнительно в палату и интересуется состоянием здоровья больных. Доктор старается, народе хвалит. Единственная трудность, с которой пришлось столкнуться маститому хирургу, это цифровизация медицины в республике. Работая в Москве, Европе, он никогда не сталкивался с тем, что можно вести электронную историю болезни, записывать больных на консультации в Чебоксарские клиники, получать результаты исследований через интернет. Но освоить новое дело времени. Заведующий Михаил Калачев тревожится, что его коллега, освоив интернет-навыки, уедет обратно в Москву. Но Геннадий Литовченко никуда не собирается. После 60-ти ближе к спокойствию тихой чувашской глубинки. Татьяна Иванова, Виктор Степанов, Вести Чувашия. Больше 38 тысяч жителей Чувашии уже выбрали, какое общественное пространство в регионе должно быть благоустроено в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Напомню, голосование идет на специальной платформе за.городсреда.ру и на портале госуслуги. Оно будет открыто до конца мая. А это сквер Максима Горького в Чебоксарах. Территорию тоже благоустраивали по этому же федеральному проекту. Правда, в 2020-м. Тогда на ее преображение потратили почти 41 миллион рублей. Здесь заменили тротуарное покрытие, систему наружного освещения, расставили скамейки и малые архитектурные формы. Сквер теперь находится еще и под неусыпным контролем видеокамер. Специальная комиссия из числа столичных чиновников и представителей управления ЖКХ решила проверить, как обновленное пространство пережило два года эксплуатации. Оказалось, что очень даже неплохо. По гарантии подрядчик только покрасил ограждение по периметру и сделал мелкий ремонт. Частые посетители сквера – это молодые мамы с детьми. Строители по контракту обустроили здесь детскую площадку с мягким покрытием. Все нравится, мы здесь рядом живем, как бы здесь гуляем. Вроде все устраивает. Осталось засеять летниками вот эти вот неприглядные пятачки земли. Сейчас пока грязь, но подсушится после майских праздников. И, соответственно, конечно, все будет в зелени, все будет красиво и приятно для глаза наших жителей. Чувашия присоединилась к патриотической акции «Сад памяти». В селе Октябрьско-Мариинско-Посадского района высадили 25 саженцев Туи у памятника воинам-землякам, павшим в Великой Отечественной войне. Уже не первый год жители республики высаживают деревья в знак сохранения памяти от тех, кто погиб в Великой Отечественной войне. Вместе с участниками общественного движения, волонтеры Победы и кадетами Октябрьской школы за лопатую лейку взялся глава Чувашии Олег Николаев. Международная акция «Сад памяти» впервые прошла в 2020-м. За первые два года ее поддержали более 2 миллионов человек во всех регионах страны. Все делаем для того, чтобы и в Чувашии, за счет деревьев, за счет новых детей, продолжалась жизнь наша республика благодаря людям развивалась и процветала. Одна из задач акции – научить подрастающее поколение чтить и защищать историческую память. Именно поэтому среди участников так много школьников. Сначала я волновалась, потому что приходится самим главой Чувашии Республики сажать, но потом меня переполнило благородство, что я могу здесь поучаствовать. В память о солдатах Великой Отечественной в нашей республике будет высажено 62 тысячи деревьев. Акция пройдет во всех городах и районах. Далее эстафету передадут Нижегородской и Костромской областям. Дарья Петрова, Вадим Владимиров, Вести Чуваша. В год выдающихся земляков Чувашии вспоминают тех, кто оставил свой след в сердцах людей. В Красноармейском районе отметили столетие со дня рождения Георгия Маркова. Его боевые и трудовые подвиги отмечены высокими правительственными наградами. Одно сельчане старшего поколения помнят много житейских историй о земляке и с удовольствием делятся ими со школьниками. Они теперь знают, что Георгий Маркович родился 16 апреля 1922 года. В 1941-м призван в ряды Красной армии, был тяжело ранен и признан негодным к боевым действиям. Но службу не оставил. С октября 1943 по сентябрь 1945 лейтенант Георгий Марков был командиром взвода 91-й конно-санитарной роты 46-й армии 3-го Украинского фронта. Когда враг пытался прорваться к Дунаю, взвод вывез 2560 раненых. За этот подвиг Георгий Марков был награжден орденом Красной звезды. Три высокие награды за боевой подвиг и подвиг трудовой. В мирное время он стал бригадиром 1-й бригады колхоза имени Ленина. Особое внимание уделял увеличению плодородию почвы. И колхоз получал высокие урожаи зерновых, кормовые и сахарные свеклы, кукурузы и многолетних трав. Георгий Маркович участвовал два раза на высоте достижения народного хозяйства в 1970-м и 1975-м году. Оба раза ему вручили пронзовые медали БДНХ. За высокий урожай, как зерновых, но в особенности кукурузы. Бригада всегда признавалась лучшей бригадой не только района, но и всей Чувасской республики. Она уже проходит во всех статьях, во всех сводках Коскомстата, как лучшая бригада. Мастер высокого урожая свою смекалку использовал и в организации трудовых процессов. Шел в ногу с техническим прогрессом. Первая радиорубка, которая появилась в этом колхозе, была организована, сделана, можно так сказать, с помощью Георгия Марковича Маркова. Потому что на премию, который однажды ему выделил колхоз за ударную работу, он приобрел оборудование и установил в доме конюха, который был при конюшенном дворе. И тогда немножко стало ему легче работать. Потому что до этого в начале деревни на столбе висел железный рельс, в который он бил, созывая людей, колхозников на работу. Георгий Марков при жизни принимал активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. Был желанным гостем в местной школе. Кстати, в музее образовательного учреждения в знак уважения и признательности развернута экспозиция, посвященная боевому и трудовому подвигу знатного земляка. Анна Филиппова, Андрей Шоклев, Вести Чувашия. Место бензина – электрический ток. В Чебоксарах открылась первая быстрая станция для зарядки электромобилей. Где она находится и сколько времени и денег у водителя уйдет на то, чтобы заправить свой электрокар, об этом наш следующий материал. Юрий Карпов стал одним из первых, кто опробовал новую станцию. Мужчина рассказывает, купил электрокар буквально неделю назад. Дважды заряжал его дома через обычную розетку. А это крайне неудобно, признается Юрий. Живет он на верхнем этаже. Приходится тянуть длинный шнур с балкона до автомобиля. Иногда водители выручают соседей с первого. Теперь просить у них питания больше не придется. Гораздо проще заряжаться на специальной станции. За 20 минут можно зарядить такое количество энергии батареи, что заменит 4-часовое стояние на месте. Соответственно, люди, живущие даже в этом районе, запросто могут приезжать сюда и быстро заряжать. И думаю, даже охередей не будет. Новая зарядная станция для электромобилей называется «Быстрый» из-за постоянного тока. Такая колонка позволяет заряжать до двух машин одновременно. Расположилась она на парковке административно-развлекательного комплекса «Амазония». Станция мощностью от 60 до 22 порта. Один 60, другой 22 киловатт. То есть это то, что просили у нас именно электролюбители, любители электромобилей. Это важно и для экологии. То есть пробки у нас в городе растут. А ведь мы часто используем автомобиль для езды по городу. То есть вот такие автомобили, они недорогие. То есть они не стоят каких-то там десятки миллионов рублей. То есть для города идеальный вариант. Дешевле бензиновые стоимости электрозаправки. За один киловатт автомобилисты заплатят около 15-17 рублей. Чтобы подключить автомобиль к станции, необходимо скачать специальное приложение на смартфон. Называется оно «Нон-стоп-пауэр». Станция будет управляться через приложение, активироваться зарядная сессия будет через приложение. В приложение будет привязываться банковская карточка пользователя. И оплата будет происходить сразу после окончания зарядной сессии. В ближайшее время в Чебоксарах появятся еще три заправки такого типа. Кроме того, депутаты Чебоксарского городского собрания депутатов рассматривают вопрос о бесплатной парковке электрокаров в городе. Екатерина Данилова, Елена Дмитриева, Вадим Владимиров, Вести Чувашия. Новые благотворительные вещевые центры открылись в Чебоксарах. Это проект городского волонтерского центра, который получил продолжение. До этого в столице уже были открыты подобные отделы. Нуждающиеся там могут забрать совершенно бесплатные вещи, а не равнодушные принести одежду в хорошем состоянии. У Чебоксарки Альбины Тихоновой трое детей. Обновлять гардероб им приходится часто, а новые вещи покупать накладно. Семейный бюджет не справляется с такими тратами. Приходится находить решение. В вещевой центр семья приносит одежду, не подошедшую детям, и взамен берет необходимые обновки. В основном нужно было для маленького штанишки, курточки, для девочки кофточки, платьишко летнее. И для себя даже нашла, для себя курточку нашла, для себя нашла блузочки, очень хорошего качества. Семья здесь уже во второй раз, выбор большой, найти необходимое несложно. Есть верхняя одежда, обувь, даже игрушки. Прийти и забрать нужные вещи может любой. Для этого нужно всего лишь заполнить анкету со своими данными. Как правило, это малоимущие, пожилые люди. К нам сюда этот центр приходят и беженцы с Донбасса, да. С Мариуполя приходили, с Донбасса приходили. С Горлубки приходили. Они здесь нашли вещи. Это второй этап проекта. Два года назад волонтеры открыли в Чебоксарах три вещевых центра. Сейчас еще три. Два из них находятся в Новочебоксарске, в селе Хузандайкино Чебоксарского района. Четыре в столице. На проспекте Яковлева-3, на улице Энтузиастов-34, Декабристов-18А и на улице 139-й стрелковой дивизии-22. Проект вновь был поддержан фондом президентских грантов. На эти средства арендованы помещения, закуплено оборудование. В наших вещевых центрах работают волонтеры. То есть они дежурят по определенному графику. В основном нам помогают в этом деле наши серебряные добровольцы. Они потому что ответственные, дежурят, принимают вещи, заполняют анкеты. Вещи принимаются только в хорошем состоянии, чистыми, без повреждений. После сдачи их обязательно обрабатывают в химчистке. Приносить одежду можно в неограниченном количестве. А вот отдают в одни руки не более пяти вещей. Наталья Егорова, Надежда Александрова, Святослав Петров. Вести Чувашия. Чувашия готовится принять гостей со всей страны. В июне столица республики станет местом проведения первой всероссийской детской фольклориады. Директор Государственного российского дома народного творчества имени Василия Поленова Тамары Пуртова на заседании Организационного комитета по подготовке и проведению в России «Годы культурного наследия» уже ознаменовала фольклориаду главным событием года. В ее рамках в Чебоксарах выступит 200 ребят из детских и юношеских национальных и фольклорных творческих коллективов Чувашии и еще 900 человек из 78 регионов России. Все они настоящие звезды народного искусства. Мероприятие пройдет при финансовой поддержке Министерства культуры страны в рамках национального проекта «Культура» с 23 по 27 июня. А завтра в полдень в Чувашской государственной филармонии в торжественной обстановке дадут обратный отчет дню проведения первой всероссийской детской фольклориады в Чебоксарах. С этого момента до часа «Х» останется ровно 50 дней. В Чувашии растет количество ДТП с участием несовершеннолетних. За последние три месяца травму на дороге получили 9 детей. А с наступлением лета, как правило, их число увеличивается. Чтобы предотвратить несчастные случаи, в регионе проводят серьезную профилактическую работу. На днях в Чебоксарском дворце детского и юношеского творчества прошел финал городской олимпиады для школьников по правилам дорожного движения. Свои знания в состязании проверили 15 команд. Участникам не больше 10 лет. И каждый из них призер школьного этапа олимпиады. Ребята на скорость оказывали первую медицинскую помощь пострадавшему в ДТП. Демонстрировали навыки фигурного вождения на велосипеде. И сдали своеобразный экзамен на знания ПДД. Подобные турниры очень важны, считают госавтоинспекторы. Ведь знания, полученные в игровой форме, усваиваются куда лучше, чем сухие лекции. Дети в своих школах тоже могут доводить до своих одноклассников, как надо вести себя на дороге. Потому что безопасность детская на дороге для нас прежде всего. Чтобы дети всегда были здоровы и, как говорится, не попадали в неприятные ситуации, находясь на улице в качестве участников дорожного движения. Три команды, победившие в городской олимпиаде, встретятся на республиканском этапе. Конкурс «Безопасное колесо» пройдет с 20 по 21 мая. В Чувашии в самом разгаре не только пассивная. Для дачников наступила самая горячая пора – посадка саженцев. А в этом деле особенно важен выбор зимостойких сортов кустарников и деревьев. Именно такие вывели уральские селекционеры. Они проводили испытания растений в суровых условиях. Челябинский плодовый питомник привез в Чебоксары саженцы декоративных и плодовых кустарников. Чебоксарцы уже хорошо знакомы с саженцами челябинских селекционеров. Анна Ивановна, к примеру, уже не первый год берет их для своей дачи. Каждый раз пополняет коллекцию приусадебного участка чем-то новеньким. Черную смородину посмотрела я, вот абрикос и грушу. Жимолы забрали, яблони брали. Хорошо отходят. Жимолы уже цвела. Здесь можно увидеть не только популярные сорта яблонь, груш, винограда, малины, ежевики. Садоводов может привлечь гибрид, вишни и черешни, дюк. Он дает сочные, сладкие, крупные плоды и устойчив к низким температурам. Первый раз я здесь беру, конечно, но жимолы посоветовали, сказали, вещь потрясающая. Консультанты уверяют, при правильном уходе даже такие южные плодовые деревья, как персик, абрикос и нектарин, будут плодоносить в Чувашии. Все зависит от сортов. Чебоксары привезли самые зимостойкие. Уральские селекционеры их специально вывели для холодных регионов. Присмотреть челябинские саженцы возле торгового центра Москва можно будет до 15 мая. Наталья Егорова, Дмитрий Макаров, Вести Чувашия. В весенний период после длинной зимы особенно важно не только вести здоровый образ жизни, но и правильно питаться. Специалисты рекомендуют добавить в рацион рыбу и морепродукты. Та самая рыба Камчатского края снова доступна новочебоксарцам. В этот раз оценить дальневосточные дары можно в торговом доме на улице Гидростроителей 4. Там представлены больше 30 видов деликатесов. Среди них палтос, нерка, кижуч и, конечно, королева лососевых чавыча. Рыбы северных морей богаты легкоусваемым белком и антиоксидантами. Кальцием, магнием, фосфором, витамином D и омегой-3. Чтобы она сохранила всю свою пользу, хранят ее в закрытых прилавках с четко поддерживаемой температурой. Кроме того, коптят рыбу сразу после улова, поэтому все полезные вещества в ней сохраняются, говорят организаторы. Объем спортивных наград, завоеванных за почти 30-летнюю историю этой организации на всероссийских и международных соревнованиях, позволяет выбрать новый курс. Республиканская Федерация спортивной и оздоровительной аэробики вышла в народ. И в праздничные дни провела фестиваль, на котором побывал наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. В рамках проекта «Аэробика всем нужна. Будь здоров, живи до 100!» Республиканский курс на долголетие, проводимого при поддержке Фонда президентских грантов профильной федерации Чуваши, в Шумерле провела фестиваль спортивной и оздоровительной аэробики. Чтобы идти дальше, мы развиваем спортивную и оздоровительную аэробику не только в столице Чувашской республики, в Чебоксарах, но и также в районах и городах Чувашской республики. И вот сегодня отрадно заметить, что первый межрегиональный фестиваль, а также первенство и открытый турнир по спортивной и оздоровительной аэробике мы проводим в городе Шумерле. И у нас очень много участников. Помимо соревновательной части, программа фестиваля включала мастер-классы от ведущих спортсменов сборной Чуваши и России. Мы могли посидеть дома после прошедшего чемпионата России, там, где мы заняли два первых места. Но мы решили провести мастер-классы в городе Шумерле, показать свой профессионализм и рассказать, как и что выигрывать на соревнованиях. Полученные навыки адепты спортивной и оздоровительной аэробики о заявке подали более 500 участников в возрасте от 5 до 70 лет, проверили в ходе розыгрыша наград открытого городского перенства. В числе тех, кто сумел подняться на верхнюю ступень пьедестала почёта перенства, был и квартет золотых значкистов ГТО из посёлка Воротынец Нижегородской области. Мы всё это делаем ради здоровья, ради собственного здоровья. Потому что все эти упражнения, они очень влияют хорошо на весь организм. Службе с собственным здоровьем готовы! Всего же награды фестиваля открытого перенства Шумерле были разыграны в семи дисциплинах и в стольких же возрастных группах. Вячеслав Ильин, Вести Чувашия. Таковы вести к этому часу. Хорошего вам вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова